Всем добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Многодетный Семьи Таранти. Многие спрашивают, Настя, покажите, какие ваши каналы. Вот сейчас я вам покажу. Я зашла на YouTube. Сейчас зайду на свой канал и покажу, где у нас есть странички наших каналов. Вот смотрите, это моя главная страница. И еще, если кто-то может помочь, знаете, что сделать? Вот эту вот страничку. Я не знаю, как мне ее делать. Вообще не умею. Видите, я пыталась, но у меня не получилось. Тут обрезано, тут только ноги. Тут чуть-чуть попалось и все. Если кто-то умеет, помогите, пожалуйста. Буду очень вам благодарна. Дальше. Вот если вниз спуститься, вот с этой стороны вы видите вот это вот. Это наши каналы. Тут даже есть наши каналы. И вот наши 4 канала. Жизнь с домашними животными. Влог рукодельник. За две чекулей, это у девочек. И Егоркин канал. Это все наши каналы. Также здесь можно увидеть видео все наши. Большинство видео не записаны в плейлисты, не вставлены. Поэтому вот так вот они. Видите, вот все наши видео. Там и старые, и новые. Есть некоторые плейлисты, но я туда редко вставляю видео в плейлисты. Поэтому лучше просто смотреть видео. Поэтому вот такие вот ребята у нас каналы. Потому что многие спрашивают. Я уже много раз говорила, но решила на всякий случай показать вам еще раз. Так что вот 4 наших канала. Проходите, подписывайтесь. Будем очень рады. Ребята, иду проверять детишек. Тема, ты куда пошел? Ты домой пошел? Ты домой пошел? Мне надо, вот маме тогда позвонить, что ты ушел. А, Ванечка гуляет. Ваня, кроссовочки надел? Ну-ка, Ваня, покажи кроссовочки свои всем. Мама, я пришел. Тем пришел, ну. Ты домой пошел? Нет. Да, от Вани, кому пришел. На дорогу тогда не выбегайте здесь. Лопатка у тебя, да? Упала? Поднимай. А? Ну, папа только вечером придет. Почему опять все раскидано? Ну-ка, быстро прибрай все. Ну. Оксана, шнурки прибери, пожалуйста, свои бегом. Ну, хорошо. Маня, ты играешь? Да? Да? Ой, какой ты узы весь тюмазый. Чего да ты, моя? Невероятно. Ты кроссовочки одел, да, Ваня? Что? О, ну, Пепа твоя. Бибиб ты гоняешь? Молодец. Да. Ну, потом, Оксана, подожди, пока не до этого. Дома сынка улетела, да, Ваня? Ладно, играйте, пойду я проверю инкубатор, что у нас там по инкубатору. Белье сохнет, надо убрать. Да, сыночка, мама здесь никуда не ушла, не переживай. О, деньги в кармане лежат, 100 рублей. Я даже и не видела, видите, 100 рублей лежит. А я их мну, думала, бумажка просто. Ну, конфетка лежит. Кто хочет конфетку? Так, мне надо проверить, сегодня инкубатор есть. Нет там цыплятки. К сожалению, два цыпленка у нас погибли, не успеют даже вылупиться. Но вот здесь пока тишина. Ну вот. Нет. Показалось. Дальше тишина. Не надо, ешь, тишина. Ладно, ждем еще. Вот такие вот температуры нормальные. Это сейчас то, что открывала, температура упала. Так температура нормальная. Вот такие вот ребята у нас дела. Погода хорошая. Это он Петручий сидит. Сейчас я вам его покажу. В заперти. Мы его сегодня не выпускаем. Ни его, ни курочек не выпускаем. Не дай Боже. Так что, как-то так. Всем здравствуйте. Решила себя показать. Я голову помыла. Просто ей сушится. Не полностью не сушу феном. Так чуть-чуть, чтобы хотя бы в порядке была. Хотела поотвечать на несколько вопросов. На ваших, которые меня зацепили. Русские. По-другому не скажешь. Это в целом про выплаты. Многие написали. Почему вы выплаты тратите на ремонт. Вы обязаны их потратить на детей. Так как это дались деньги для детей. Ребята, извините пожалуйста. Но я не обязана перед вами отчисываться. На что я их трачу. Я трачу и на детей. И на ремонт. Так как я считаю нужным сделать ремонт. Для того, чтобы улучшить жилищные условия. Для своих же детей. Поэтому я не считаю это ничего плохого. И по идее я что-то перед вами не должна вести. Так как это по сути. Деньги не ваши. А наши. Можно так сказать. И поэтому я решила заказать 5 окон. У меня заказывается 3 окна маленьких. И 2 больших нестандартных. Как говорится. Потом уже муж делает брус. Доски делает. Потом мне надо будет съездить. Сказали купить саморезы. Пену. Поэтому вот такие вот. Потом если возможность еще будет. Буду потихоньку делать пристрой. Если получится у нас хоть немножко сэкономить. То мы тогда потом еще закажем доски. На потолок. На пристрой. И нам бы желательно. Вы знаете. Многие спрашивали. Вы будете нынче пристрой доделывать или нет. Я не знаю. Ребят. Я не уверена. Что нам хватит денег на все на это. Но вот на сколько возможности. Хватит денег на все на это потратить. Я все потрачу. На пристрой. И на улучшение жилья. Обои меня попросили показать. Какие обои. Сейчас я вам их обязательно в этом видео покажу. Обои какие у меня есть вообще. Какие на кухню. Какие на коридор. Какие на комнаты. Я вам в целом покажу. По поводу клея. Мне сказали. Что лучше взять клей. Вы же написали. Подписчики мои. В ведерках ПВА. Поэтому я вот пойду в магазин. Я уже себе записала. Что мне надо купить. Для ремонта. Насчет бордюр. Который. Помните. Я бумажно стреляла. Спасибо вам огромное. Многие сказали. Что это уже устаревшая. Настя. Возьми пенопластовый. Да. Я смотрела. У нас тут выбора вообще никакого нету в городе путем. Поэтому. Даже не знаю как мне быть. По идее я хочу съездить в Соликамск. Но это после того как я уже окна оплачу. Все это оплачу. Все это сделаю. А потом уже поеду в Соликамск. И там хочу посмотреть. Верочка сказали. Мне помогут в этом. Повозят по строительным магазинам. Но я выберу такой день. Так чтобы их не сильно не отвлекать. Чтобы выходной был. Потому что тоже неудобно будет людей напрягать. Ну или посмотрим. Там что-то как-то решим. Я даже видите. Мне неудобно просто просить кого-то. Или как-то что-то. Многие скажут. Настя, если тебе предлагают. Надо пользоваться. Ну как-то знаете. Неудобно мне лишний раз просить. Поэтому так будет. В целом. Что мы хотим сделать. Вообще какой ремонт. Мы хотим число окна поменять. И косметические. По поводу кухни написали. Настя, мы вас понять не можем. То вы говорите новую кухню вы заказали. То вы говорите на починить эту всю. Старую кухню. Ну ремонт сделать. Ну да, ребята. Я поменяю окно. Я сделаю ремонт на кухне. Это вот стенки обклею. И через три недели у меня придет новая кухня. Кухня. Это подарок от моих подписчиков. Я так скажу. Я все хотела себе кухню с рук купить. Постоянное объявление смотрела. И вот получилось так, что. Это подарок от моей подписчицы. И я очень ей благодарна. Мне очень неудобно. Мне очень неловко. Но вот. Вот так. Я очень благодарна. Дай Бог здоровья. Дай Бог всего самого наилучшего. И всего-всего-всего самого хорошего. Это я могу всем сказать. И хотела вас попросить только об одной просьбе. Пожалуйста, смотрите наши рекламы. Или просматривайте наши видео. Ставьте лайки. Этим вы поможете моей семье. Ну ладно. Сейчас я вам покажу, какие обои у меня вообще в чем. Какие вообще что есть. Строим материалы. Ну, в частности, обои. Там, по-моему, у меня клей еще несколько пакетов лежит. Я вам тоже покажу. А вы напишите, хороший это клей или плохой. Это будет очень хорошим от вас помощь. Потому что, знаете, как-то страшно. И самой страшно. И вообще боюсь, что не то взять. И потом получится, что придется все переделывать. Это опять лишние трапли. Но я надеюсь, что все будет хорошо. И мне хватит на окна. И хватит на доски. Я очень надеюсь, что хватит. Если не хватит, то опять застопорится. Ну, там будет видно, ребята. Я пока ничего загадывать не буду. Я просто будем жить каждым днем. И будем дальше делать. Дальше ремонт все это будет у нас. Поэтому видео будут разные. Вы уж потерпите. Пока сейчас будет подготовка к ремонту. Мы сейчас будем все выносить, убирать. Все это вам будем показывать. Все это будем снимать. Так что оставайтесь с нами. Подписывайтесь на наш канал. Сейчас я вам покажу мои обои, какие у меня есть. Так, дорогие друзья. Я обещала вам показать, какие вообще виды обоев у меня есть. Вот когда мы мебель перевозили, нам отдали два вот таких вот рулона. Света, иди сюда. Я не могу одной рукой поправлять, потому что держи. Натяни чуть-чуть еще. Вот такие вот они получаются. Вот один распечатанный рулон. Наскручивай его аккуратно. И один, видите, совершенно новый рулон. Не знаю, куда-нибудь в коридор или где-то что-то пойдет. Потом дальше один рулон вот таких вот обоев. Вот такая вот рассветка. Но он распечатанный. Сейчас покажем, что еще у нас есть. Потом дальше один рулон вот таких вот обоев. Тоже можно куда-нибудь приспособить. Знаете, так гормонально сделаем. Потом один рулон вот таких вот. Новые обои. Один. Света, иди сюда. Помоги. Потяни немножко. Вот такие вот, видите, обои. Получается у нас вот таких вот почти два новых рулона. Их тоже можно в коридор. Вот даже вот где зеркало висит, туда сделаем. Потом дальше. Которые я покупала. Кофейные обои моющиеся. Вот такие вот они, ребята, у нас будут на кухне. У меня их четыре рулона. Они моющиеся. Их мыть можно. И вот такие вот я покупала тоже. Ой, одной рукой вообще неудобно. Тоже моющиеся в коридор я хотела их. Ну, там посмотрим. Тоже вот четыре. Света, она закручивая, потому что мне одной рукой неудобно. Мне надо туго-туго закрутить. Вот получается вот такие вот у нас обои будут. Вот таких четыре и таких четыре рулона. Таких два, такой один. Таких вот тоже два. А такой один. Вот в целом все наши обои, это не такие обои, это совершенно разные. Сейчас покажу, какие клеи у нас есть, вообще, что у нас есть. По сути, вообще еще ничего по тем нету. Потому что пока еще не было возможности купить. Ну, сейчас посмотрим, что у нас есть. Пойду посмотрю, где у меня ребята там лазят. Они на качели, все вместе качаются. Так, неожиданно сейчас их засним. Они не видят даже, что я иду сюда. Смотрите, как они качаются. Вот такие вот дела у нас. Ребятки гуляют. Ой, господи, у нас работы много. Встаем. Ничего пока такое, ребята, не снимаю вообще. Забываю про камеру, а потом, когда включаю, уже поздно. Мы начинаем сейчас с девочками. Будем разбирать кухню. Будем посуду оттуда убирать, все уносить. Как-то, честно, вообще, даже не знаю, за что браться. Ну, вот будем сначала посуду убирать. Вот один шкаф разберем, вынесем его из кухни. Потом муж будет выходной. Нам надо вот эту вот мебель, что у нас в пристрое стоит. Нам надо ее собрать вдоль стенки. В целом, мы хотим вот эту вот всю мебель собрать вдоль той стенки, чтобы она не мешалась. Сейчас покажу, что девочки делают. Смотрите, что они вытворяют. Девочки, а вот тут вот крыша протекает. Видите, пол сырой. А вы решили кресло сюда ставить. Вы совсем сдурели? Там не протекает. А вот здесь, видишь, пол сырой. Здесь надо железо менять на крыше, поэтому протекает. Короче, вот так вот. Короче, вот эту вот всю мебель мы соберем вдоль вот этой вот стенки. Там все веревки поубираем, все поубираем. И там мы решили ее собрать, чтобы она не мешалась. Наша задача освободить вот это окно. У нас есть две недели. Все освободить для того, чтобы вот это окно будет вставлять, наверное, в первую очередь. Или у мальчика в комнате. Ну, там посмотрим, как что решим. Где что вставлять будем. Катя тут сидит. Деловые курицы. Они не разлаживаются, эти кресла. Тут вот зеркало. Всем привет, кто меня видит. А как мы спать-то будем? Диван этот потом занесем. Их не на двухъярусную койку придется разобрать, чтобы от окна. Да, он раскладывается, этот диван. И будете на нем вот и будете спать. Так сделает папа все, не переживай. Ладно, ребята, вот такие вот у нас новости. Девчонки ждут точно ремонта, да, девочки? Прям уже мама когда, 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 когда уже прям аж им не терпится ремонта ждут. Так что вот как-то такие новости. Что, сейчас пойдем в кухню разбирать? Или сначала я суп сварю, а потом будем в кухню разбирать. Давай я сейчас тогда быстренько, у нас там гречка есть. Давайте достаньте кто-то из-под пола тушенку. Сейчас гречку с тушенкой пережарю, сделаю, а к вечеру потом супик сварим. А там говядина есть, и свинина, по-моему, есть у нас еще. Или Егорке скажи, пускай из-под пола достанет банку тушенки. Катя, иди скажи, он за компьютером сидит. Ой, а мы пока посидим тут, поразговариваем. Ой, у меня спина болит. Слушай, а удобное кресло? Ну, они не то что мягкие, они просто удобные. Я хочу ноги вот сюда перекинуть. Не поняла. Вот тебе и не поняла заняла. Она в шортах, если что, она в шортах. Просто, ребят, сейчас лето, поэтому... Да, там дырка какая-то, я не знаю, что это за дырка. Ну, потом решим. Вам тут вдвоем вполне хватит на одном кресте сесть. Да. Так что вот эту вот мебель мы вдоль стенки решили собрать. Потому что я говорю, что она так и будет стоять? Я говорю, а как вы окна будете заносить, да что? И мы решили, что вдоль стенки пока ее соберем. Она прям почти до потолка получится. Вот знаете, ориентир вот по этому шкафу. По высоте. Потому что этот шкаф не разобранный был. И вот остальная мебель также будет по этому шкафу. Чуть-чуть, может быть, выше она будет. Да, хорошо. Да, одной банки достаточно. Девочки сейчас белье с веревок пособирают. Вот гамак мы отсюда просто его сюда перекинем, а вдоль стенки там мебель соберем. А гамак будет ищить. Кухню хочешь разбирать? Ну, сначала она кушать приготовить, а потом уже это. Вот такой вот, ребят, диван. Я тут ногами встала просто. Тапочки сняла. В целом спрашивали цвет какой. Вот такой вот. Цвет такой же, как у кресел, видите. Резиной, да, опять пыленой пахнет? Ваня прибежал. Резиной, да, пыленой пахнет? Опять дядя Ваня, видать, парник свой топит из-за этого. Марина тут легла. Помахай всем привет. Привет. А что у тебя рука в чем? Что это-то? А, ты себе это... Мара эту наклеиваю. Пластырь красивый. Да. А, все понятно. А, и где у тебя? Ну, понятно. Ну, все, хорошо, ребят. Мы пошли делами заниматься. Две чики танцуют. Ладно. Поехали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...